Друзья, всем привет! Февраль 2019 года на дворе и мы записываем третью серию про газобаллонное оборудование. Я прекрасно понимаю, что большинство из вас сегодня передвигается на бензине и даже не задумывается о переходе на газомоторное топливо. Тем не менее, я вас прошу, досмотрите эту серию до конца и вы узнаете про газ следующее. Первое, это текущая ситуация в отношении газомоторного топлива. Вы узнаете, как наше правительство в ближайшие годы будет подбивать большинство из нас к переходу на газобаллонное оборудование. Второе, меня часто спрашивают, раз уж ты согласился поставить себе газ, почему ты поставил пропан, а не метан? Ведь он же выгоднее. Вот я вам на своем личном примере, прям от и до, разложу эту тему и покажу все плюсы, минусы и разницы. Третье, буквально за одну минуту мы пройдем первое техническое обслуживание моего итальянского оборудования OMVL New Dream и узнаем, в каком у нас состоянии и сколько это стоит. Четвертое, это краткий обзор рынка. Разберемся, что относится к дешевому сегменту, что относится в среднячок, что подороже, как правильно выбрать сервис, где устанавливать ГБО и какое оборудование поставить себе. Все, что вы увидите прямо сейчас, будет действительно полезно для вашего общего развития. Тема актуальная для России, подчеркиваю, и поэтому я не буду размазывать кашу по тарелке, а начинаю прямо сейчас. Поехали! Давайте я вам кратенько проясню ситуацию в отношении газомоторного топлива. НДС 20% наступил. Цены на бензин продолжают расти. Цены на продукты тоже растут, потому что все это между собой взаимосвязано. Правительство нашей страны начинает обсуждать о том, что, мол, надо людям помочь, как-то их поддержать, дать им альтернативный вариант по топливу, которым является как раз-таки газ, в частности метан. И послушайте, что они говорят по этому поводу. Нам нужно переходить на газомоторное топливо. У нас планируется количество автозаправочных станций увеличить с сегодняшних, как Виктор Алексеевич сказал, «Газпром-300» владеет, в целом по стране 380, так ГНКС, до 2300. С сегодняшних 100-150 тысяч автомобилей, используемых газомоторное топливо, до увеличения до 700 тысяч. Для этого предусматриваются как меры нормативного правового характера, так и меры стимулирующего характера. И вот вам, пожалуйста, ответ на вопрос, да зачем этот газ нужен, да это же не актуально, газ это в прошлом. Друзья, газ это будущее, и вот сейчас будут выделяться огромные деньги, это миллиарды рублей на развитие этого направления. В частности, смотрите, на сегодняшний день по России примерно 380 заправок, которые могут заправить вас метаном. И более 6000 заправок, которые могут заправить нас с вами пропаном. Но это число маленькое, нужно возводить его больше, в частности метан. Таким образом, в ближайшие годы, как вы услышали, хотят построить до 3000 новых заправочных комплексов с метаном. И вот поддержка сейчас начинается в отношении ГБО на метане. Со стороны правительства это будут субсидии. Простой пример, ГБО стоит 60 тысяч рублей на метане, ты приезжаешь, оплачиваешь из своего кармана 30 тысяч, остальные 30 тысяч за тебя доплачивает правительство. Далее, со стороны крупных компаний, например, Газпром, тоже будут различные акции. Даже сейчас они уже действуют, например, можно приехать, оклеить автомобиль рекламой, то, что ты там передвигаешься на газу, и тебе раз в квартал будут выплачивать денежку. Более того, в силу того, что наша страна большая, по регионам все по-разному происходит. В некоторых местах, если ты себе установил ГБО на метане, то у тебя будут льготы по транспортному налогу. В общем, здесь я вам все перечислять не буду, чтобы не сделать кашу в вашей голове. Я в описании к этому видеоролику оставлю ссылку, и всем, кому интересно, по всем перечисленным пунктам вы сможете почитать более подробную информацию. И все, кто занимается установкой газа, текущую ситуацию дел, все эти поддержки называют самой настоящей халявой. Мол, все, кто задумывался о переходе на ГБО, в частности с метаном, вот сейчас это нужно делать. И вот мы плавненько с вами переходим ко второй теме. Метан или пропан? Вот даже сейчас я бы лично выбрал бы все равно пропан. Почему? Давайте разбираться. Для тех, кто забыл, еще раз напоминаю. Toyota Camry 3.5 2013 года выпуска была куплена специально для этого проекта. Значит, мне поставили итальянское оборудование OMVL New Dream. Вот давайте я вам сейчас сделаю прям полное погружение. Друзья, вот посмотрите, с точки зрения подкапотного пространства, что оборудование для пропана, что оборудование для метана будет выглядеть практически одинаково. Разница заключается в следующем. Это оборудование рассчитано на давление до 15, ну максимум, до 20 атмосфер. Метановое же оборудование рассчитано на давление до 200 атмосфер. Вот в этом ключевая разница. Мое оборудование стоит 58 тысяч рублей. На метане то же самое будет стоить 80 тысяч рублей. И вот эта разница в цене идет именно из-за того, что оборудование сделано под более высокое давление. Все это делается ради экономии. Давайте я вам напомню. На момент установки, на октябрь 2018 года, газ стоил 26 рублей 80 копеек за литр. На сегодняшний день, вот 10 февраля 2019 года, газ стоит 22 рубля 30 копеек. Это там, где заправляюсь я. При этом бензин вырос. На Газпроме сейчас цена, например, 47 рублей 70 копеек за 95-й G за 1 литр. На сегодняшний день я на газу проехал примерно 13 тысяч километров. За это время на разнице в топливе я сэкономил практически 20 тысяч рублей. Всю математику детальную с прикладыванием чеков, то есть со всеми пруфами, мы сделаем отдельный видеоролик, а пройдет ровно полгода, как я катаюсь на газу. Сейчас же давайте быстренько перенесемся на сервис и посмотрим, что входит в первое техническое обслуживание. Мы уже находимся в боксе для прохождения первого технического обслуживания ГБО. Друзья, встречайте, Вадим Борисович. Привет. Здрасте. Вадим Борисович. Да, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, что у нас будет входить сегодня в первое обслуживание? Сегодня мы проверим, в каком состоянии у нас топливная коррекция, как себя машина чувствует на газе. Соответственно, проверим настройки газового оборудования и поменяем фильтр тонкой очистки. Все это вам обойдется 1500 рублей. У нас моментальная накопленная коррекция находится в противофазе, то есть в сумме они практически близки к нулю. Это практически идеальное состояние для двигателя. Особых регулировок дополнительных даже и не требуется. Я сейчас, конечно, проверю все настройки, но, в общем-то, особых сложностей я сейчас не вижу. В общем, на самом деле, к сожалению или к счастью, показать особо нечего. Первое того, делать по сути нечего. То есть диагностика быстрая. Пожалуйста, сейчас поменяем фильтр. Вот по состоянию фильтра. Вот свежий, да, получается, а тот старый. Вот вы можете сказать, с точки зрения загрязнения его, в каком он состоянии, плохой или нормальный? Нормальный. То есть качество газа, который я лью, грубо говоря, не лучше, не хуже среднее. Самое что-нибудь на есть. Все, грубо говоря, ты свободен, можно ехать дальше. Все работает как часы. У меня нареканий, друзья, ноль. То есть вы понимаете, что, по сути, диагностика и самое значимое, это замена фильтра. Все, двигатель работает исправно, все работает исправно. На самом деле, никаких ошибок у меня не вылетает. Я передвигаюсь и просто-напросто даже не понимаю, что я еду на газу. Разницы я никакой не ощущаю. В общем, здесь, в подкапотном пространстве, что метан, что пропан, все будет выглядеть одинаково. Даже вставлять ничего не нужно. Моя же камрюшка. Принципиальной разницы в установке ГБО как на метане, так и на пропане нет никакой. Все идет по одному и тому же принципу. Смотрите, внутри автомобиля вашего появляется вот такая кнопочка. Когда горит зеленый диод, это говорит вам о том, что идет подача газа. Если мы на него нажимаем, загорается красный диод, это говорит о том, что сейчас пойдет подача бензина. Все это происходит автоматически, в этом даже, по сути, не чувствуете. Самый частый вопрос, который задают, это про потерю мощности. Ну, а как вот на газу уже машина, получается, становится дохлее? Есть ли разница? Я не буду вам рассказывать о том, что, ну, знаете, я особо не ощущаю, потому что у меня Camry 3.5, да и куда гонять? В четвертой серии мы сделаем следующее. Загоним автомобиль на стенд и посмотрим, какие показатели он покажет на газу и на бензине. Вот это будет правильно. То есть будут самые настоящие цифры. Мы покатаемся, возьмем RaceLogic. В общем, проведем замеры и покажем вам результаты на цифрах, а не на словах. От себя же могу сказать одно, что сейчас, передвигаясь, ну, серьезно, какой-то разницы в потере мощности, я не ощущаю газку, даешь машина едет, но машина сама по себе мощная. И вот мы потихонечку с вами доходим до багажника, где, собственно, и скрывается самое значимое различие ГБО на метане и ГБО на пропане. Когда встал вопрос по установке газа, мне могли поставить как ГБО на пропане, так ГБО на метане. Разницы не было. Как вы помните, мне его поставили в подарок для эксперимента. Но для меня было важно, чтобы после установки багажник оставался свободным. И это возможно сделать только с установкой на пропане. Как это выглядит? Вот вам, пожалуйста, багажничек. А здесь у нас вместо запаски лежит баллон. Баллон размером получается 53 литра. Сюда заходит реально 43 литра. 20% остается для безопасности. То есть образуется некая воздушная подушка. Это правильно. Этого нужно придерживаться. Потому что есть некоторые люди, которые пытаются, знаешь, до полного, чтобы за что. Это неправильно с точки зрения безопасности. Что же было бы, если бы я выбрал бы метан? На метане здесь бы был бы огромный такой баллон весом в 70 килограмм, друзья. Это есть он будет на 80 литров. В основном ставят 80, 90, либо 100 литров. Сейчас для наглядности я вам показываю картинки живых примеров на экране. Как это выглядит на автомобилях других людей, кто себе их установил. Значит, в чем здесь ключевая разница? Вот сейчас послушайте просто внимательно. 43 литра заходит пропана. На них с моим средним расходом примерно 13 литров. Я проезжаю 280-350 километров. Все зависит от того, город, трасса, ну и так далее. Если же поставить сюда метан, вот этот огромный баллон на 80 литров, он получается эквивалент бензину 18 литров. То есть, это то же самое, что вы залили в бак 18 литров. У меня машина жрет в среднем 12 литров бензина. И это говорит о том, что на таком баллоне, который здесь бы лежал примерно вот досюда, я бы мог проехать 150 километров. Вы вдумайтесь, положить себе такую шайбу в багажник и иметь возможность проехать 150 километров. Плюс, я эксплуатирую свой автомобиль Москва и Московская область. На Москву 9 заправок на метане. 9, ребята, заправок на метане. А на пропане у меня вот здесь поблизости, мы сейчас снимаем в районе Царицыно, есть заправка. Когда я уезжаю в область, например, в Каширу, по трассе полно заправок на пропане. В городе там есть заправки на пропане. А вот с метаном это на самом деле головняк. И правительство это понимает, и как вы поняли из начала видеоролика, что сейчас этих заправок будет сныться все больше и больше. Толщина баллона на пропане 3 миллиметра. Это действительно броня. А вот толщина баллона на метане от 7 миллиметров до 23 миллиметров. Друзья, один баллон на 80 литров весит 70 килограмм. Чтобы проехать 300 километров, нужно положить ну хотя бы два баллона. А это уже как минимум плюс 140 килограмм в багажник. Можно положить баллон на 90, на 100 литров. То есть можно дойти до того, что в багажнике будет 180-190 килограмм. И при этом ты можешь проехать 300 км. Вот вы знали об этом? Я не знал. Я когда об этом впервые услышал про эти цифры, я думал, да нахрена он вообще нужен? Это по-хорошему? Ты заправился и ты уже там через 50-60 километров смотришь, а где бы еще заправочка? В Москве неудобно вообще. Поэтому, несмотря на то, что метан стоит 16 рублей, мне вообще плевать. Не хочу я переходить на метан именно из-за этих неудобств. Для кого он может быть выгоден? Метан может быть выгоден для тех, у кого малолитражка. То есть 1,4, 1,6, средний расход там 5-6 литров. Вот вы поставите этот баллон и вы сможете проезжать как раз таки 300-320 километров. Давайте прямо сейчас с вами переместимся в Академию ГБО в Люберце. Это то самое место, где мне устанавливали мое газобаллонное оборудование. Там есть руководитель Сергей Иванович Петров. Мы послушаем его мнение и попросим сделать краткий обзор рынка. Все, кто смотрит наши ролики, в принципе, с Сергеем уже знакомы. Серый, ну внеси, пожалуйста, ясность. Давай сделаем с тобой легкий такой обзор рынка. Что есть? Вот начнем с самого дешевого. Самое дешевое – это китайское оборудование. Его цена на 4-цилиндровый мотор начинается от 22 тысяч, плюс работа. Но это ни о чем. Гарантий нет. Она отсутствует как класс. Следующая – Польша. Что такое Польша? Польша – это блок управления будет, например, польский. А что будет из комплектующих, никто не знает, потому что установщик при заказе оборудования, он просто говорит, мне хочу вот это, вот это, вот это. Поэтому вам, обычному клиенту, это будет непонятно. То есть, что это такое? Что будет стоять у него в автомобиле? Потому что в основном атакуются именно от производителя, блока управления и все. Италия – это чистая Италия. То есть, все производится в Италии. Абсолютно все. То есть, приходит такая коробка, в ней лежит все. То есть, добавлять ничего не нужно вообще. И никаких там производств в Китае? Нет. Чисто все итальянское. Да, поэтому цена итальянского, она самая высокая. Потому что, ну, это качество. Это для тех, кто хочет, чтобы на его автомобилях стояло хорошее, достойное оборудование. Люди же не понимают. Еще раз говорю, никто не понимает, что такое газовая оборудование. Для всех интересует цена. Конечно. Если они хотят экономить, значит, они сразу начинают думать, что я хочу сэкономить на установке. Это вот большая, огромная ошибка. Хорошо. Давай пойдем дальше. Китай мы убираем в сторону, дешевая. Что следующее? Польское. Следующее у нас идет Польша, да. Но отталкиваемся мы. Название, как правило, говорит по телефону установщик, что это оборудование какого-то производителя определенного. Например, Digitronic. Так. А комплектующие, неизвестно, какие мы поставили. Потому что данное оборудование, установщик его подбирает во время заказа комплекта. То есть, нет как такового комплекта. Есть электроника и есть механика. И он сам подбирает. Что ему подешевле, например. Что он вам поставит, неизвестно. То есть, он подбирает под себя, а не под тебя. То есть, что ему выгоднее поставить, чтобы там плюс-кульно сработало. Конечно, он хочет сэкономить, естественно. Именно заработать на этом просто дополнительно. То есть, это некая солянка. Это называется, так она называется. Вот ты правильно назвал. Угадал. Это так называемый солянка. Об этом говорят все установщики, все, кто этим занимается. Сколько будет такая солянка стоить на 4-6 цилиндровый мотор? Вот Москва, Московского, чтобы просто понятно было. Давай 4. Ну, давай 4. Где-то в районе 30, наверное. А если все-таки V6? Если все-таки V6, то 45, наверное. Следующий идет, получается, у нас Италия. Да. Вот ты мне можешь прокомментировать? Смотри, вот раньше, когда я к вам первый раз приехал, ОМВЛ, БРС, другие компании, Лавадо. Для меня это был просто-напросто набор букв. То есть, ну, какой-то из них. Вы мне сказали, что Италия хорошая, на Тойоту станет, будет работать. Можешь здесь прокомментировать, что здесь есть? Про Италию хочу сказать следующее, что это достойно оборудования, которое я ни в коем случае не пиарю. Я говорю о том, что это работает, и на это можно смело давать гарантию, и это можно смело устанавливать без красных лиц, и потом перед клиентом. Вот это я могу прокомментировать за все свое время работы в этой теме, больше 18 лет. У нас есть Италия. Да. А дальше все зависит от рук человеческих. Ага. Конечно. Кто, как его водрузят под капот, как его установят, как его настроят в дальнейшем, как его дальше будут обслуживать, или будут ли вообще обслуживать. То есть, от этого зависит очень многое, потому что это работа руками, и здесь важно, чтобы был специалист, который его установит и настроит. Вот это самый важный момент, это ключевой момент. Понимаешь? Поэтому, когда люди ищут цену, да, они, для них одно понятие, все одинаковые. На самом деле нет. Это огромная ошибка. Сергей, в начале ролика мы рассказывали людям о том, что в этом году, да и вообще в ближайшие годы, правительство будет выделять там кучи денег, миллиарды на развитие газомоторного топлива, в частности, метана. Вот ты можешь как-то прокомментировать с твоей точки зрения? Про метан, ну его дальше сейчас серьезно развивают в стране, потому что ездить на нем действительно экономно. Но сразу одну вещь хочу сказать. Метан хорошо. Экономно, если только это автомобиль, у нас будет малолитражка. 1,4, 1,6, ну 1,8. Вот так вот. Потому что большой баллон, пробег на нем 250-300 километров. Ну возьми, Лайда Веста. Большой баллон, это сколько? 80-90-100? 80-90-100. В среднем ставят 90-литровые баллоны. Пробег на этом баллоне будет примерно там порядка 300 километров. Но еще раз говорю, только малолитражки. То есть, ну и мы должны понимать, что полбагажника у нас не будет. То есть метан, тема вот, но только для малолитражек. И все. Дальше джипы там и так далее, все, ребят, два баллона без багажника будут ездить. И, соответственно, заправка должна быть где-то рядом. Вот единственное, что хочу, могу сказать по метану. Работает. Но, блин, вот есть проблемы и вопросы, которые нужно решать. В любом случае, в нашей стране все лучше делать по знакомству. Именно поэтому в описании к этому видеоролику я оставлю ссылку на сайт omvlgbo.ru, зайдя на который вы сможете найти проверенный сервис по всей России. Не только Москва и Московская область. Заходите на него, пишите ваш город и смотрите, какой сервис поблизости с вами. Приехав в него, вы получите 100% качественную работу. А если вдруг что-то пойдет не так, блондин всегда на связи. Звоните, выходы на руководство есть, правда будет на вашей стороне. И вот давайте с вами сделаем выводы. Пропан сегодня прямая альтернатива бензину. Кто бы что ни кричал, разница по цене остается в два раза. 22 рубля 30 копеек я заправляю сегодня. И 47 рублей 70 копеек стоит литр 95-го джи на Газпроме. Разница ощутимая. Заправок с пропаном по городу хватает, дефицитов в целом не ощущается. Всегда на горизонте есть где заправиться. С метаном, я бы сказал, здесь картина сугубо индивидуальная. Но в первую очередь багажник. Если он вам не нужен и вы готовы положить баллон, пожалуйста. Второй момент. На V6, V8, V10 вы его не поставите. Но это просто-напросто будет издевательством. Метан больше всего подходит именно для малолитражек. В-третьих, страна у нас огромная. Например, в Москве 9 заправок, а в Казани заправок с метаном гораздо больше. И там люди делают выбор в сторону метана. При этом на сегодняшний день на метан действительно есть поддержки от государства. А на пропан поддержек нет вообще никаких. Ценник на техническое обслуживание ГБО как на метане, так и на пропане плюс-минус будет одинаковый. На пропане я заправляюсь как человек. Открываем лючок, у нас здесь есть специальный разъем, переходничок. Накрутил, пистолет ставил, все, ты заправился. На метане картина совсем другая. Для того, чтобы заправить автомобиль, зачастую нужно открывать капот. И заправка происходит именно в подкапотной части автомобиля. Это сделано для безопасности. Но с точки зрения эстетики, представляешь, приезжаешь на заправку, капот открыл. На мой взгляд, немножко колхоз. И мы внезапно с вами перемещаемся во времени. Сейчас мы находимся по адресу Кусковская, 18 Д. Это одно из немногих мест в Москве, где находится АГНКС от Газпрома, который специализируется на заправке именно метаном. Ничего другого здесь нет. Ни бензина, ни пропана, ни дизеля. Только метан. И вот посмотрите, какая картина. То есть заправочный комплекс функционирует. Сейчас можно подъехать, заправиться. Но, как вы видите, тишина. Более того, у нас все согласовано. Сейчас предпредставительство АГНКС от Газпрома мы сможем задать им несколько вопросов. Как они видят эту ситуацию по развитию газомоторного топлива в России. Заправочный комплекс ничем не отличается от обычного заправочного комплекса на бензине. Подъехали, поставили автомобиль, отправились оплачивать. Плюс вы также можете купить сопутствующие товары. Кофейку, сходить в уборную. В общем, одно отличие. Малолюдно. Никого нету, как будто бы заправка не функционирует. Друзья, знакомьтесь, Илья, представитель компании Газпром Газомоторное Топливо. Которая занимается как раз таки развитием направления, связанных с метаном, заправками. Илья, привет. Очень приятно с тобой познакомиться, что откликнулись на встречу. Расскажи, пожалуйста, вот ты вообще как считаешь, есть в этом будущее, есть ли в этом смысл сегодня, когда все катаются на бензине, пытаться народ переводить на метан. И для чего это делается? На самом деле, сегодня, на сегодняшний день, с учетом тенденции на повышение цен на жидкомоторное топливо, бензин, дизель, я считаю, что использование метана в качестве моторного топлива, это реально выгодно, экономично и в том числе экологично, особенно для таких крупных мегаполисов, как город Москва. Экономия по сравнению с бензином, дизелем в три раза. Друзья, смотрите, парни передвигаются на автомобиле, который оклеен и который является служебным, и он же на метане. Вот давайте на их примере посмотрим, как происходит заправка, как выглядят баллоны вживую в багажнике. На самом деле, до сегодняшнего дня вживую я даже ни разу не видел сам, как заправляется метана. Скрывать от вас не буду. Думал, то же самое, как пропан. Подъехал, заправился. На самом деле, все выглядит совсем иначе. Открывается изначально капот. Покажи вот эту вот часть. Вот, выкручивается вот этот клапан, и сюда же сейчас будет вставляться пистолет. А делается это все для безопасности в первую очередь. То есть делать заправочный, скажем так, разъем рядом с баком, ну не совсем правильно. А дальше сейчас побегу циферки, пуск пошел и человек, как обычно, идет на кассу оплачивать. Здесь, грубо говоря, ничего нового вы не увидите. Метан – это большое давление. 200 атмосфер – это на самом деле не шутки. Как это происходит с точки зрения безопасности и почему, например, вы не можете здесь же продавать и метан, и пропан, и бензин? На самом деле метан относится к заправке метанового оборудования. Это четвертый класс безопасности. Намного безопаснее, чем бензин и дизель, чем пропан, к тому же. Потому что метан – легкий газ, он улетучивается в воздух. Он не остается в нишах, если вдруг какая-то утечка происходит. Заправка метановых баллонов происходит под давлением, как я сказал, большим. Но все баллоны, которые, по крайней мере, устанавливаются в наших партнерных институтных центрах, сертифицированы, опрессованы. Обратите внимание, как выглядит багажник. То есть, казалось бы, открываешь, а ничего нет. Но на самом деле все сделано очень интересно. То есть, с одной стороны, вроде бы ты положить вещи какие-то можешь, а с другой стороны, видишь, припрятан баллоны. Вот они находятся здесь. Я вот про это вам рассказывал. То, что на многих автомобилях, в том числе на дорогих машинах, типа там, Крузаки 200-й, Лексусы 570-й, ну и так далее. Вот так делают. То есть, казалось бы, вроде бы по фэншую, как говорится. И в тот же самый момент ты ездишь, экономишь. Илья, прокомментируй, пожалуйста. Ну, развитие-то метана, где заправки? То есть, по Москве 10 заправок, из них 5 заправок ваши. Остальные там еще чьи-то. Когда будет больше? Когда будет по Москве 50 заправок, чтобы на каждом углу подъехал, заправился? Что у вас в планах-то? Газпром газомоторный топливо пытается и работает активно, да, над расширением сети газомоторной инфраструктуры. В том числе в городе Москва. Вот на данный момент, как ты сказал правильно, 5 заправок у нас в эксплуатации находятся. В 2019 году планируем еще 4 запустить по Москве. Таким образом, отвечая на ваш вопрос, почему я выбрал пропан, а не метан. Ну, для меня это все очевидно. Наличие баллона под 200 атмосфер в багажнике, который занимает половину багажника, не хочу. Более того, просто-напросто нету заправок. В этом году и в ближайшие годы, конечно же, картина будет меняться. Но на текущий момент для меня идеальный вариант это пропан. Друзья, не вижу смысла размазывать кашу по тарелке. Все те, кто говорили, а газ это не актуально, сами понимаете, что сегодня это только развивается. В ближайшем времени и общественный транспорт, и вообще больше автомобилей будет появляться на газу. Как вы понимаете, метан сегодня будут поддерживать. Что ставить вам, метан или пропан, решайте сами. В любом случае, если вы ставите оборудование на свой автомобиль, на котором вы будете передвигаться, я вам от себя рекомендую ставить хорошее итальянское оборудование. В описании к этому видеоролику я оставляю только полезные ссылки. И досмотрев это видео до конца, теперь вы знаете, что действительно происходит в стране в отношении газомоторного топлива. Вы узнали реальные отличия пропана от метана. И я надеюсь, что вы узнали вообще что-то новенькое для себя. Приглашаю всех вас в комментарии, высказывайте ваше мнение по текущей теме. Друзья, в четвертой серии мы сделаем замеры. Загоним автомобиль на стенд и посмотрим, сколько он реально в цифрах теряет в мощности на газу. В общем, серия будет интересная. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, ставьте дизлайки. Обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала, ведь из него вы сможете узнавать свежие новости о ближайших роликах. Парни, я надеюсь, серия вам была интересна, вы узнали для себя что-то новенькое. У меня на этом пока что все. До новых встреч. Всем пока-пока.